Я люблю Сочи! Я люблю Сочи! Я люблю Россию! Это лучшая страна в мире и очень красивый город! Моё сердце – это Бразилия. Я люблю Бразилию. Я летаю за сборной далеко и везде. Это моя третья поездка в Сочи и в Россию. И я вижу, что здесь всё прекрасно. Иностранные болельщики не уставали рассыпаться в комплиментах принимающему чемпионат мира по футболу Сочи. Самые красивые, чистые, благоустроенные – всё исключительно в превосходной степени. Над внешним видом города. Потрудились задолго до Мундиаля. Основные вливания в инфраструктуру произошли перед домашними играми 2014-го. Дальше задачей властей было сохранить и приумножить олимпийское наследство. Парк в микрорайоне Макаренко стал очередным шагом в вопросе благоустройства Сочи и подарком горожанам к 80-летию Краснодарского края. 15 гектаров земли – есть где разгуляться. Месяцем позже, в честь уже другого события – Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, власти торжественно презентовали сквер в микрорайоне Фабрициуса. Он появился на месте пустыря. Буквально из пепла возродилась фитофантазия – плод творчества сочинского ландшафтного дизайнера Сергея Венчегова. Мы – муниципальное образование. И тех денег, которые у нас есть, а это 11 миллиардов рублей на год, это, конечно, крайне мало. Но вызовы, которые перед городом, курортом существуют, вызовы, с которыми сегодня сталкиваемся мы – это огромные вызовы. То есть люди, которые приезжают к нам на отдых, они, конечно, не хотят выяснять, какой у нас бюджет – муниципальный либо региональный. Гости хотят видеть город-сад. И Сочи оправдывает их ожидания ценой собственных усилий, бюджета. Помогают бизнесы, рядовые горожане. На их счету множество совместных проектов по благоустройству курорта. Уникальный в этом плане сочинский опыт приехали перенимать коллеги из самого большого района России – Всеволожского, что в Ленинградской области. «Чистый Сочи» начинается с себя. Мне очень понравился этот слоган. И я в этом бренде хотела бы даже научиться жить и у нас. «Чистый город, чистый поселок» начинается с себя, с конкретного отдельного человека, который будет заниматься своим родным домом с любовью. И вот эту любовь мы увидели у Сочи». А власти могут направить и помочь, как это делает сочинская администрация и городское собрание. К слову, все Воложские районы Сочи начали сотрудничать год назад. Взаимодействие оформлено официально, подписано соглашение, в рамках которого муниципальные образования и дальше будут обмениваться опытом. Инга Габешия, телекомпания «ФКТ». Подпишись на «ФКТ» Продолжение следует...